Как вы думаете, за что могли расстрелять во время сталинских репрессий? За донос. Надо квартиру ему было освободить, и все. За отличную идеологию. За отличную? Вот, да, официально. Не согласен с системой. Мой прадедушка не шел против системы. Он долгие годы работал на свою страну, занимался снабжением Дальневосточного региона, даже организовал первый аэропорт на Чукотке. На него не писали доносы, и тем не менее, в 1938 году он был расстрелян. В свидетельстве о смерти в графе причины и места смерти стоят прочерки, и моя семья долгие годы не могла узнать, почему же он был репрессирован. Мы строили догадки, и у нас было примерно 10 версий, почему это могло случиться. И только недавно мы смогли узнать, почему. Мы хотим рассказать эту историю с помощью интерактивного мультимедийного формата, который для России еще очень новый, но уже набирает свою популярность. Потому что это возможность рассказать историю не с помощью только текста, только видео, только фото, а, например, осветить одну тему с помощью и фото, и видео, и текста, инфографики, анимации, всего чего угодно. И сделать из этого один-единный целый проект, внутри которого пользователь, заинтересовавшийся этой темой, сможет передвигаться так, как он считает нужным. Он может посмотреть только одну из восьми версий, может прочитать начало, потом перемотать на конец. Таких возможностей никогда нам не даст классический документальный фильм. Поэтому мы выбрали такой формат, и надеемся, что вам будет интересно. Если у вас возникают вопросы к прошлому, если они, конечно, вообще возникают, то где обычно вы ищете ответы на них? Неужели в парадно-панорамной версии истории, которая когда-то опустилась на дно вашей памяти в школе или в университете? В нашем проекте мы хотим рассказать о том, как можно искать ответы на свои вопросы в архивах. Своим проектом мы хотим вдохновить других, узнать историю своей семьи и своих репрессированных родственников.